Здравствуйте! Это новости Белорусской железной дороги. Приветствую вас в эфире шести региональных телеканалов страны на официальном сайте RWBY и в YouTube. Меня зовут Юлия Славинская и в ближайшие минуты вас ждет обзор наиболее важных событий в Белорусской магистрали. Основные темы выпуска. Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» договорились о расширении сотрудничества. Делегация Белорусской магистрали посетила китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Белорусская железная дорога приняла участие в международной специализированной выставке «Транспорт и логистика-2024». На должность первого заместителя начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» назначен Александр Хорошевич. Гордость магистрали. Институт «Белжелдорпроект» стал призером республиканского профессионального конкурса «Лидеры в строительстве-2024». Далее подробности. Начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич, генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы взаимодействия в железнодорожной сфере. Руководители ОАО «РЖД» и «Белорусской железной дороги» отметили слаженную совместную работу по всем направлениям сотрудничества. Как подчеркнул Олег Белозеров, в рамках мероприятий по обеспечению функционирования Объединенной транспортной системы Союзного государства на 2024-2026 годы реализуется межправительственное соглашение по перевозкам белорусских экспортных грузов, а также совместные инфраструктурные железнодорожные проекты. По итогам прошлого года объем перевоза грузов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь превысил 50 миллионов тонн. В соответствии с установленными сроками реализуется комплексный проект по развитию железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Северо-Западного бассейна. В ходе встречи также большое внимание было уделено пассажирским перевозкам. Уже возобновлены приграничные пригородные перевозки железнодорожным транспортом по маршрутам Великие Луки-Полоцк, Новосокольники-Полоцк, Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. В ближайшее время планируется организовать перевозки между другими крупными административными центрами сопредельных территорий. Количество пассажиров в сообщении между Россией и Беларусью в январе-августе 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. В рамках развития маршрутной сети между государствами с 25 октября 2024 года назначается дополнительный пассажирский поезд 251-252 в Санкт-Петербург-Минск. Он будет отправляться по отдельным датам. Увеличится частота курсирования ряда поездов, следующих Калининград транзитом через Республику Беларусь. Ежедневными станут поезда 79-80 «Санкт-Петербург-Калининград» и 147-148 «Москва-Калининград». Будут организованы новые беспересадочные вагоны формирования холдинга ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги в сообщении «Калининград-Минеральные воды», «Калининград-Мурманск», «Смоленск-Санкт-Петербург» и «Минск-Мурманск». Кроме того, стороны договорились о расширении сотрудничества по туристическим перевозкам, продолжении подготовительной работы по проекту «ВСМ Москва-Минск» в дальнейшем развитии культурно-исторических и патриотических проектов «Поезд Победы» и «Поезд Памяти». В целях расширения сервиса железнодорожных пассажирских перевозок между регионами Республики Белоруссии и городом Москвой с 1 ноября 2024 года организовано курсирование дополнительного скоростного поезда состава «Миласточка». Поезд будет курсировать на маршруте в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания – «Бизнес» и «Эконом». Данный поезд будет отправляться из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям, из Минска, соответственно, по субботам, воскресеньям и понедельникам. Время отправления поезда из Москвы – 12 часов дня, прибытие в Минск – 19 часов 34 минуты. Время отправления из Минска – 9 часов 57 минут, прибытие в Москву – 17 часов 57 минут. В настоящее время из Москвы и в Минск, а также в обратном направлении, ежедневно курсируют две пары поездов «Ласточка». С 2021 года данными поездами было перевезено более 2 миллионов человек. Белорусская магистраль продолжает укреплять сотрудничество и с китайскими партнерами. 9 сентября 2024 года делегация Белорусской железной дороги посетила китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». В рамках визита состоялась рабочая встреча начальника государственного объединения Белорусская железная дорога Валерия Веренича с генеральным директором по бизнесу «Зао China Merchants CHN BLR» коммерческая и логистическая компания «Джан Шуляном», в ходе которой обсуждены вопросы взаимного сотрудничества по организации перевоза грузов в контейнеры в сообщении «Беларусь, Китай, Беларусь». Программой мероприятия также была предусмотрена экскурсия по демонстрационному залу Центра исследований и разработок индустриального парка «Великий камень», в ходе которой железнодорожников ознакомили с историей создания индустриального парка, этапами развития его инфраструктуры, организационной структуры управления и инвестиционным потенциалом. Кроме этого, делегация Белорусской железной дороги посетила логистический и торговый парк «Зао China Merchants CHN BLR» коммерческая и логистическая компания. Надо отметить, что «Зао China Merchants CHN BLR» коммерческая и логистическая компания является одним из основных грузоотправителей и грузополучателей продукции в сообщении «Беларусь, Китай, Беларусь». Белорусская железная дорога представила свои возможности на международной специализированной выставке «Транспорт и логистика-2024». Мероприятие прошло в городе Минске в рамках «Белорусской транспортной недели». Выставка собрала более 70 участников из 13 стран. На одной площадке «Транспортный комплекс Республики Беларусь» свой стенд представили «Белорусская железная дорога» и государственное предприятие «Белинтертранс» — официальный экспедитор магистрали. На стенде проводились рабочие встречи по вопросам организации грузовых железнодорожных перевозок, определялись перспективные направления сотрудничества. Официальная церемония открытия «Белорусской транспортной недели» состоялась в НВЦ «Белэкспо». В ней приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникации Республики Беларусь Алексей Лихнович, а также руководители транспортных ведомств России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. На открытии «Транспортной недели-2024» присутствовал начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич. В общении с журналистами Валерий Емельянович отметил, что белорусская магистраль нацелена на дальнейшее развитие контейнерных перевозок грузов. «Идет в целом мировая контейнеризация перевозок грузов. В части того, что контейнер стал универсальным средством перевозки, тарой для различного рода грузов. Сегодня мы наблюдаем за 8 месяцев текущего года рост контейнерных перевозок в 1,7 раз. Сложена уже стратегия развития белорусской дороги, в том числе развития терминального хозяйства по всей дороге, с условием обработки контейнерных поездов, контейнеров различной вместимости». Руководитель магистрали ориентировал предприятие страны на создание соответствующей инфраструктуры, что позволит уменьшить затраты на погрузочно-разгрузочные работы. Это создаст условия для дальнейшего развития мультимодальных перевозок. В ходе транспортной недели Белорусская железная дорога провела международную конференцию «2024. Контейнерные перевозки. Актуальные задачи. Комплексные решения», которая собрала более 100 участников из Беларуси, Азербайджана, России и Китайской Народной Республики. В рамках конференции состоялся обмен мнениями и актуальными предложениями в сфере транспорта и логистики, повышения клиентоориентированности и эффективности взаимодействия с грузовладельцами. Александр Хорошевич назначен первым заместителем начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога». Коллектива управления Белорусской магистрали первого заместителя представил начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич. Валерий Емельянович отметил, что Александр Хорошевич для железной дороги человек не новый, опытный. Он пожелал Александру Анатольевичу плодотворно трудиться на благо родной магистрали и Беларуси, а также обозначил основные цели и задачи – обеспечение бесперебойной и безопасной перевозки пассажиров и грузов, повышение их экономической эффективности. В Минске чествовали победители республиканского конкурса «Лидеры в строительстве-2024». Среди призеров – государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» Белорусской железной дороги. Торжественная церемония награждения состоялась в Конгресс-холле президента отеля. Памятные призы участникам конкурса были вручены в четырех номинациях – «Строительный продукт года», «Объект года», «Компания года» и «Дорожное строительство». Как отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анжелина Сыромятина, наград была удостоена элита строительной отрасли – те компании, которые на ступеньку выше своих конкурентов. Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» Белорусской железной дороги получило приз в номинации «Объект года» в области промышленного строительства. В категории «Производственное здание». Институт был отмечен за комплекс по смывке и покраске наружной поверхности воздушных судов и техническому обслуживанию воздушных судов, размещенный на площадке Минского завода гражданской авиации номер 407. Проект получился уникальный, конечно. Такой технологии не в России, не в СНГ и даже в Европе по полной технологии. Все четыре участника этого мероприятия строительства заслуживают награды, которую вручили нам, потому что мы хотели ее получить, участвовали в этом процессе. Сегодня гордимся той премией, которую мы получили. Следует отметить, что в 2024 году одна из старейших и авторитетных проектных организаций нашей страны, государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект Белорусской железной дороги» была также удостоена премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Мотивационную встречу «Уроки мужества» с будущими железнодорожниками и работниками Белорусской магистрали провел Алексей Талай. Откровенный разговор состоялся в Минском дворце культуры и спорта железнодорожников в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. На встрече с известным спикером, многократным рекордсменом мира и Европы, членом национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексеем Талаем присутствовали работающие молодежь Белорусской магистрали, учащиеся Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Евгения Юшкевича, транспортных классов железнодорожной направленности учреждений общего среднего образования и воспитанники детской железной дороги имени Константина Заслонова. В мероприятии также приняли участие начальник отдела идеологии и социально-культурной работы управления Белорусской железной дороги Андрей Боровой и председатель дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского Красного Креста Ольга Лебедева. Обращаясь к собравшимся, Алексей Талай рассказал о своем непростом жизненном пути и напомнил о том, как важно никогда не сдаваться, любить Родину, беречь семейные ценности и не быть равнодушным к чужой беде. Алексей Константинович ответил на вопросы будущих железнодорожников, подчеркнул, что крепко связан с Белорусской магистралью. Как оказалось, он учился в Варшанском колледже в филиале Белгута. Дедушка мой, ветеран Великой Отечественной войны, после войны работал, старался. Сначала был кочегаром, затем машинистом поезда. Дядя, который был помощником начальника Белорусской железной дороги, Талай Геннадий Алексеевич, все это мне очень близко, все это мое родное. Поэтому поздравляю вас с тем, что вы выбрали это достойное место работы. Это серьезная структура, предприятие. Я желаю вам на этом пути всяческих успехов. В завершении встречи начальник отдела идеологии и социально-культурной работы Управлении Белорусской железной дороги Андрей Боровой поблагодарил Алексея Талая за его уроки мужества и отметил важность таких мероприятий для патриотического воспитания молодежи. Слова благодарности и уважения Алексею Константиновичу выразила и председатель Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского Красного Креста Ольга Ребедева. Дерегация Белорусской железной дороги по приглашению китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования КОЭК посетила КНР. В ее состав вошли воспитанники детской Белорусской железной дороги имени Константина Заслонова, учащиеся Гомельского колледжа филиала Белгута, профильных классов средней школы номер 16 города Барановичи, а также работники магистрали. В рамках поездки были организованы мероприятия и встречи по вопросам профессионального обучения, профориентации и технического творчества детей и молодежи, организации работы с молодыми специалистами на железнодорожных предприятиях. Ребята посетили производственные объекты, совершили познавательные экскурсии с осмотром достопримечательностей Китая. По приглашению генерального директора китайской компании экспорту и импорту электрооборудования господина Ван Зинцина детская железная дорога, учащихся транспортных классов и железнодорожных колледжей посетили Китай с целью ознакомления с производством тягово-подвижного состава, участия в мероприятиях, посвященных Датунской электровозострительной компании, а также с ознакомлением историко-архитектурной достопримечательности Китая. На производственных и научно-технических объектах Датунской электровозостроительной компании им показали процесс сборки локомотивов. Гости увидели, как проводят симуляционные испытания, посетили музей предприятия, встретились с руководством компании и молодыми специалистами. Юные белорусы также стали участниками мероприятий, посвященных 70-летию Датунской электровозостроительной компании. На торжественном концерте они исполнили песни о нашей стране и железной дороге. Детям останется море воспоминаний, море фотографий, моментов, которые запечатлены были, и общение с теми людьми, которыми мы ездили. Мы сдружились, и мы по сей день общаемся. Визит в Китай стал важным продолжением обмена опытом в сфере железнодорожного транспорта, обучения и профессиональной ориентации молодежи. Встреча в таком формате способствует расширению направлений международного сотрудничества Белорусской железной дороги и укреплению межкультурных связей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова